Дешевый и качественный БУ автомобиль, но не растаможенный. Владельцы машин с иностранной регистрации рассказывают, в Европе иномарку, за которую в Украине просят 5-6 тысяч долларов, можно купить в два раза дешевле. Студент Станислав Зобов автомобиль Hyundai Sonata 2001 года выпуска с пробегом 200 тысяч километров. В Германии купил за почти 66 тысяч гривен. 2,5 тысячи долларов ушел полностью. То есть за 2,5 тысячи долларов у нас можно купить ВАЗ-2110, либо очень старую иномарку 90-х годов. И состояние вообще будет нехти. Такая машина на украинских номерах в таком состоянии стоит где-то 6 тысяч долларов. Вот я смотрел, уже растаможено. Почему их нельзя растаможивать, я не понимаю, почему лучше покупать Жигули и ездить на Жигулях, которые ломаются. Согласно законодательству Украины, легковые автомобили, ввозимые гражданами с целью свободного обращения, подлежат налогообложению пошлиной в размере 10% и НДС в размере 20% от стоимости авто, а также акцизным налогом, поставкам, определенным налоговым кодексом. Но с августа и до конца 2018 года в Украине снижен акциз на импорт БУ автомобилей. И здесь надежды украинцев на дешевые автомобили разбились о введении экологического стандарта Евро-5. С января в страну нельзя ввозить автомобили старше 2010 года выпуска. Эта дата привязана к дате обязательного для производителей внедрения для своей продукции экостандарта. То есть машины, отвечающие европейским эконормам, должны выбрасывать в атмосферу не более, чем предусмотрено стандартами вредных веществ. Но только до пробега 160 тысяч километров. А по словам автомобилистов, на украинском рынке подержанных автомобилей более 90% машин старше 2010 года перешли этот рубеж. Например, предприниматель Василий Белек – владелец польского «Фольксвагена». Но, по его словам, растаможить БУ автомобиль за приемлемые деньги он не смог. Ведь машина 2001 года выпуска и с пробегом 270 тысяч километров. Автомобиль старше 6 лет и не соответствует Евро-5. Хотя, если посмотреть на автомобили, которые продаются у нас, новые, те же самые «Ланосы», они тоже не соответствуют Евро-5. Почему те машины имеют право здесь продаваться, а машины, которые из Европы, которые не соответствуют Евро-5, у меня, к примеру, машина с Евро-3, она не имеет права продаваться. Существует масса схем, как купить и ввести в страну дешевый, но не растаможенный автомобиль. Чаще всего этим занимаются иностранцы, пользуясь своим положением. По закону, граждане-нерезиденты Украины могут ввозить транспортные средства на иностранные регистрации без уплаты налогов временно, сроком до одного года. При этом такой автомобиль использовать для коммерческих перевозок или передавать в собственность украинцам нельзя. Но качество и дешевизна европейских, хоть и не растаможенных авто, для последних больше аргумент, чем законодательные нормы. Я покупал для того, чтобы моя семья была защищена. У меня в автомобиле четыре подушки безопасности. У меня автомобиль с хорошей, ходовая, все в порядке, все в порядке с автомобилем. Почему я буду покупать за 2000 долларов здесь машину, которая при любой аварии будет риском жизни для моих родных. Наряду со своими сторонниками по всей стране харьковские владельцы автомобилей с иностранной регистрацией провели автопробег в поддержку разработанного инициативной группой законопроекта 4223. По словам участников пробега, документ уравнивает в правах иностранцев и украинцев для возможности передвигаться в течение года на автомобилях европейской регистрации. Без авансовых таможенных платежей. Также в законопроекте определен размер годичного проездного для водителей машин на еврономерах. Чтобы ездить на таком автомобиле, я имею возможность дать любому нерезиденту страны, поляку, литовцу, неизвестно кому, 150 долларов. И я могу, он мне загонит эту машину, она будет на нем. А я могу на ней год ездить. И эти 150 долларов, пускай это будет немного больше, но мы их принесем и отдадим государству в государственный бюджет. Благодаря этому наполнится бюджет, потому что по неофициальным данным таких автомобилей на Украине на сегодняшний день полтора миллиона, возможно даже больше. По словам участников автопробега, законопроект 4223 прошел рассмотрение в комитетах Верховной Рады. Но по мнению депутатов, сейчас его принятие технически невозможно. Из-за последующего внесения изменений в ряд законодательных актов. Но чтобы снять социальное напряжение, пока в Киеве активистам пообещали ввести переходное положение в Таможенный кодекс Украины с формулировкой о частичной уплате таможенного платежа в размере 0,02% на срок от недели до одного года. Но конечная цель, говорят активисты, полное утверждение закона. Оксана Зинковская, Павел Ильицкий, Медиагруппа, Объектив.